Друзья, сегодня я расскажу про 5 трюков, с которыми вы можете максимально впечатлить любого человека. Парни, в вас влюбятся все девушки, а девушки вас позовут замуж в этот же день, если вы их сделаете. Погнали! Первый трюк, который будем изучать – трипод. Мне больше хочется назвать этот трюк «каракатится» или «краб» какой-то. Но вообще это трипод, когда у нас руки едут по снегу, и ноу-сноуборда также едет по снегу. Три точки опоры. Что нам нужно для того, чтобы выучить этот трюк? Первое – доску надо прокатить назад и поставить две руки, и в таком положении постоять. Вот смотрите, я сейчас упираюсь в свой нос, и я прям балансирую на нем, да? Оп, оп. Голову мы направляем между рук и смотрим, что там происходит внизу. Вот это упражнение нужно проделать. Смотрите, какая главная ошибка, когда вы слишком сильно доску из-под себя выкидываете. То есть, вот так вот, она сразу же у вас заваливается. То есть, часть доски, она должна прям быть на снегу. Какая-то часть носа, сантиметров 20, она должна прям скатываться, скользить по снегу. Если вы сильно прокатили доску, то она, скорее всего, вылетит из-под вас. После того, как вы отработали это на месте, можно попробовать это на склоне. То есть, сначала набираем минимальную скорость и заезжаем в бэксайд. То есть, начинаем поворачиваться спиной к склону. Вы можете заехать спиной к склону наверх чуть-чуть, и уже потом прокатить доску вперед и опереться на две руки. Смотрим между двух рук и едем вниз, чтобы видеть, ни в кого не врезаться. После этого можно окончательно сделать самый жесткий вариант этого трюка. Это вы едете прямо вниз, и уже с прыжка в бэксайд 180 начинаете заходить на этот трюк. Но это, друзья мои, такой уровень, уже такой серьезный. Чтобы вообще все на горе, даже лыжники, обернулись и посмотрели, что вы за безумец вообще, делайте такие вещи. Это придет со временем к вам, чтобы прям вот так с ходов взять, запрыгнуть на этот трюк. Но в целом техника не сложная. Объясню, как это сделать на месте и потом попробовать на склоне. Второй трюк, которым мы можем научиться, это бэксайд бортслайд. Прям берем и на снегу его делаем, как джиберы, только на снегу. Я, кстати, чаще всего делаю бэксайд ноу слайд, там вес держу на передней ноге. Первое, что нам нужно сделать, это открыть плечо. Вот у нас основная стойка, а вот у нас плечо открытое. Мы на месте должны отработать следующее упражнение. То есть я сейчас подпрыгну, у меня доска будет вращаться в сторону фронтсайд, а руки в сторону бэксайд. Оп, в разные стороны скручивание произошло. И вот мы уже как будто джибим. И также подпрыгиваем, возвращаемся обратно за счет скручивания. Открыли плечо, скрутились, а обратно вернулись. Самое главное, когда мы это делаем на склоне, мы также открываем плечо. И когда мы приземляемся на 90 градусов, обязательно давим в задний кант, чтобы не поймать переднего, естественно. Поэтому на склоне открыли плечо, прыгнули на 90 градусов, давим на задний кант. И потом также с прыжка возвращаемся. Можно вес держать не на середине, а, например, на передней ноге. То есть на месте мы также это можем отработать. То есть приземляемся вес на переднюю ногу и потом возвращаемся. Все трюки, которые показываю сегодня, делаю на этой доске. Мне прислали ее на тест. Называется эта доска Шорнер. Кстати, уже делал тест таких досок. Там тоже были советы для новичков. Можете посмотреть в описании к этому видео. Офигенский материал получился. Тема сегодняшнего видео фристайл трюки. Именно поэтому я выбрал такую модель под названием Red. Вообще у ребят есть доски разной направленности. И для новичков, и для фристайла, и для фрирайда даже какие-то модели. Почему я ее выбрал? Во-первых, для фристайла один из лучших прогибов это прогиб флэт. Потому что у вас меньше возможности поймать конта. На самом деле прогиб флэт, он прощает больше ошибок, чем тот же, например, прогиб кембер. Это доска твинтип. Конечно же, для фристайла идеальный вариант. И ее жесткость, вот как по моим ощущениям, это средняя и выше средней жесткости. Ну и вообще мое мнение, что вот эта модель, она подходит для уровня прогрессирующего. То есть человек со средним уровнем и выше может взять эту доску себе для фристайла. Вы посмотрите, как я на ней карвил. Мама сита вообще. Она так хорошо держит дугу, несмотря на то, что это прогиб как бы флэт. Но за счет ее жесткости я себя очень комфортно ощущал в карвинге. Казалось бы. Кстати, нам для того, чтобы делать фристайл-трюки, нам карвинг нужен, чтобы мы могли подъезд сделать правильный и пурыгнуть. Вот для фрирайда она не подойдет, умеете сразу же в виду. Вот мое резюме. Кстати, что приятно удивило, ценник на доске небольшой. Можете посмотреть по ссылочке в описании к этому видео. Что очень приятно, ребята дают гарантию целых два года на свои доски. Поэтому можно прям кататься, напрягать их максимально возможно. Если с ними что-то случится, вам заметят их по гарантии. Это вообще супер класс. В общем, все, что я хотел рассказать про доску, вам рассказал. Ну а сейчас я наглядно покажу, что же мы сможем на ней сделать дальше. Погнали! Третий трюк на сегодня под названием Олли. Лучший трюк, который может быть для сноубордиста. Потому что вам нужно прыгать скотчек, вам нужно прыгать дропы, вам нужно перепрыгнуть лежачего лыжника. Очень многофункциональный трюк. И после того, как вы его освоите, можно приступать к более сложным историям. Соответственно, что нам нужно сделать для трюка Оли на месте? Вот мы стоим. Первое. Нам нужно прокатить доску налево-направо. Да? Раз, два. Раз, два. Вот она начала кататься, да? Далее нам нужно согнуть колени сильнее. И также попрокатывать доску. Раз, два. Раз, два. Раз, два. После этого согнули колени. Прокатываем доску вперед. И при этом одновременно выпрямляем заднюю ногу. Смотрите. Оп. Еще сели. Прокатили доску и выпрямили заднюю ножку. Видите, меня уже начинает вверх, короче, тянуть. После этого достаточно немножечко толкнуться задней ногой и ее подтянуть к себе. Сели. Прокатили. И у вас уже получилось Олли. После этого переходим на склон. Обязательно с небольшим уклоном, друзья. Вас не должно сильно разгонять. В идеале мы приседаем. Прокатываем доску вперед. Выпрямляем заднюю ножку и толкаемся с нее. Две ножки подтянули. Самортизировали на приземлении. Обязательно амортизируем коленями. То есть сел. Оп. Самортизировал. Приземляемся мы либо на плоскую доску, либо чуть в передний кант. Четвертый трюк на сегодня. Фронтсайд 180. Если вы не умеете делать Олли, вам будет очень сложно сделать этот трюк. Но насколько он эффектный, да? Мы едем, делаем разворот на 180 и потом едем, приземляемся в свече. Ну невероятно же, да? Что нам нужно для этого трюка? Нам нужно понять, как у нас работает тело. Вот наша основная стойка, а вот закрытое плечо. Фронтсайд 180 с заднего конта мы делаем всегда из закрытого плеча. Надо это отработать на месте. Вот мы закрыли плечо, да? Дальше нужно согнуть колени и закрутиться в сторону фронтсайд. Бэм! Вот это нужно сделать на месте, друзья мои. Сначала без сноуборда, потом со сноубордом. Что с нами будет происходить на склоне? Мы в первую очередь должны научиться делать этот трюк в траверсе. То есть перпендикулярно пересекая склон. Также мы встаем на задний кант, закрываем плечо, присаживаемся в коленях. И после этого мы должны начать делать одновременно олли и раскручивать себя плечами во фронтсайд сторону. Все, начали отталкиваться. При этом закручивайтесь по горизонтали во фронтсайд и у вас получается 180 фронтсайд. Приземляемся в передний кантик, давим. Дальше, когда вы научились это делать в траверсе, можно постепенно направлять доску вниз и делать перекантовку с переднего канта на задний. И уже потом закрываем плечо, толкаемся и закручиваемся во фронтсайд. Так у нас и получается фронтсайд 180. Друзья, не надо путать с прыжком с переднего канта. Совершенно другая техника, более опасный трюк. Я все-таки советую начинать фронтсайд 180 с прыгать с заднего канта. И на десертик, друзья, фронтфлип для новичков. Действительно, есть вариация фронтфлипа для новичков, кто совсем отмороженный и хочет выйти на новый уровень. Но при этом вам не нужно крутить сальтухи. Фронтфлип это, по сути, сальто вперед. Можно, самое главное, найти блестящий, подходящий перегиб для того, чтобы это сделать. Я сразу же его приметил и понял, что здесь мы с вами сделаем обучалку на фронтфлип для новичков. Ленивый фронтфлип, я бы так его сказал. Наша задача. Перед прыжком мы должны поднять ведущую руку немножко, чтобы ей закрутиться. И перед самой кочкой нам необходимо перенести вес на переднюю ногу и начать закручиваться передней рукой. Соответственно, мы под себя начнем подкручиваться, делать фронтфлип. Но, так как мы это делаем заранее, заранее кочке, то мы приземляемся на самую верхушку кочки, на спину. И перекатываемся на спине через эту кочку. Приземляемся в свою стойку и едем дальше. Друзья, у нас задача не перепрыгнуть кочку, не набрать много скорости, а наоборот, лениво так перекатиться. Самое главное, чтобы кочка была мягкая. Никакого льда вокруг, друзья. Лучше выпал свежий снег и тогда можно пробовать. Подъезжаем. Скорость небольшая. Переднюю руку подняли. Начали закручиваться. Вес на переднюю ногу перенесли. Чуть с носа толкнулись и под себя, как будто колесо делаете, да? Закрутились. Все, приземляемся на спину, перекатываемся через кочку и дальше встаем на доску и едем. Вот такая вот какая-то штука из паркура. Но вообще это будет называться фронтфлип для ленивых. Я не знаю, ребята, получится у вас или нет. Как думаете, пишите в комментах. Я уверен, что этот видео урок, видеорассказ был полезен вам. Нам нужно с вами решить очень важный вопрос. Какой урок сделать следующим? Я уже про все рассказал. Про фристайл рассказал, про фрирайд рассказал, про карлинг рассказал. Про что еще вам надо знать? Дайте, пожалуйста, обратную связь в комментариях. Ну и, конечно, поддерживайте канал, шлюпайте колокольчик, сердечки. И можете даже донат отправить. У нас, оказывается, такая функция есть. Вот, собственно, и все. Друзья, всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok